Приветствую вас, мои дорогие тельцы! Давайте вместе с вами сегодня посмотрим, что вас ожидает на август месяц, на начало месяца, на середине, на конец месяца. И, конечно, в конце расклада мы возьмём карта совета и посмотрим, что вам высшие силы подсказывает для того, чтобы чего-то остерегаться, посмотреть, что лучше для вас. И, конечно, мы начнём расклад, если вы готовы, и будем посмотреть. И первая карта на начало месяца у вас выходит карта семёрка кубка. Семёрка кубка показывает то, что на начало месяца как будто вы в каких-то ваших фантазиях, в каких-то ваших, знаете, то, что вы в голове фантазируете, не то, что у вас вообще на самом деле происходит. Вы как будто летаете в своих фантазиях, то, что это не может осуществиться. Следующая карта у нас на начало месяца. Для вас, мои дорогие тельцы, посмотрим, выходит карта пятёрка мечей. А пятёрка мечей у нас показывает, что показывает. То, что вы как будто, знаете, вот как будто боитесь чего-то. Вот то, что как будто было в прошлом, вы как будто притягиваете, даже вот поэтому и показывает, как будто то, что вот почему вот семёрка кубка показывает. Вот из-за того, что вы как будто, знаете, у вас чего-то вот в прошлом было, и вы вот тянете за собой, вот страхи ваши вот тянутся за собой. Следующая карта у нас на начало месяца, выходит карта, даже вот, карта звезды. Карта звезды показывает, для того, чтобы вы вот убрали ваши вот эти фантазии, вот эти ваши страхи, вы как будто должны ставить цели. Вот то, что вы в начале месяца вот вам подсказывает, то, что я убираю вот свои страхи, я думаю, я иду вперёд, потому что даже, знаете, вот что бы ни было, пока ты не ставишь цели, как бы не будет никакие действия. И знаете, вот для того, чтобы у вас были вот эти цели, да, они могут быть медленные, но вы потихонечку, у вас как будто вот в начале месяца августа, у вас как будто вот даётся вот то, что вы, вот даже здесь можете сами вот как бы ставить цель вот для того, чтобы вы убрали всё вот это, то, что у вас происходит. Следующая карта для вас, мои дорогие тельцы, на начало месяца и рыцарь кубков. Вот здесь у вас показывает то, что вы как бы ставите цель для того, вы как бы оставляете вот ситуацию, вот вы плывёте, как рыба по воде, вы плывёте по течению, то, что у вас как будто вот здесь, Здесь как будто показывает, что у вас внутреннее состояние, вы как будто оставляете так, как оно есть. Идёт вот эта ситуация, вот так вы идёте дальше. Следующая карта на начало месяца у вас показывает, карта влюблённый. Карта влюблённый показывает то, что вы как будто, почему здесь вы в начало месяца показывает, что вы боретесь. Вот вы как будто даёте вот это самое для того, чтобы вы ставите цель, что я должна, я должен убрать вот всё то, что вот это самое. Вот то, что касается вот этих страхов, вот этих иллюзий, вот этих фантазий моих. И вы как будто вот уже на начало месяца вы приходите к тому, что вы делаете правильные шаги. Вы начинаете, знаете, если здесь касается вот это самое отношение тоже, то вы как будто, вот знаете, вы как будто будете вот, ну, нужно будет ваша любовь. Вот даже если кто-то вот рядом, вот кто, вот сейчас у кого даже начальные этапы какие-то отношения или даже на новой работе, то вы как будто уже ставите цель для того, чтобы вы убрали то, что у вас в прошлом, вот эти страхи ваши. Вы как будто плывёте, как рыба по воде, ну, как по течению. Следующая карта мы посмотрим у нас на середине месяца. На середине месяца рыцарь жезл. Рыцарь жезл показывает даже то, что вы горите изнутри, вы не останавливаете, вы боретесь, вы идёте вперёд. Даже вот, что пылает под ногами, что вот это самое, вы боретесь и не останавливаете. Потому что даже когда вот ты хочешь чего-то в своей жизни, ты должен делать какой-то шаг, ты должен ставить какой-то, ну, в своём голове какие-то там мысли, цели, то, что вы должны прийти вот к действиям. Следующая карта у нас идёт на середине месяца. Для вас, мои дорогие тельцы, это вера в себя, верховный жерех. Вот поэтому и показывает то, что вы как будто боретесь, вот вы тянете чего-то из прошлого, но в середину месяца уже вам даётся возможность для того, чтобы вы поверили в себя, чтобы вы уже начали верить то, что вы можете, даже то, что вы горите изнутри, вы ставите цель, вы ставите то, что я уверен в себя, я могу что-то сделать своё, я могу вот, ну, на новой работе чего-то вот новое. Вот если касается отношений, вы как будто вот по-новому что-то начинаете, вот. Но в середине месяца у вас показывают, что вам требуется эта вера, вам вера в себя, вот вас приведёт это к лучшему. Следующая карта у нас на середине месяца, это выходит правосудие. И правосудие показывает то, что на середине месяца уже справедливость на вашей стороне. Вот вы как человек уже начинаете, вот знаете, вот справедливо оценивать ситуацию. Вот вы ставите цель, ну как бы вы по правде вот начинаете вот рассуждать ситуацию, которая у вас есть в жизни. И вот если вы начнёте верить в себя, у вас вот как бы приведёт таких вот состояний, где вот-вот вы начнёте, знаете, взвешивать ситуацию, где вот вы будете знать, как правильно поступить. Здесь ещё могу сказать для кого-то, то, что мне сейчас на данный момент идёт информация, но я это не могу не сказать. Для кого-то здесь может быть такое, что у кого-то здесь может быть тема, то, что какие-то документы, какие-то вот то, что у кого-то, то, что где потребуется какой-то, знаете, какой-то человек, где вам подсказывать будет, вот как будто здесь вот даже вот то, что произойдёт, то, что вам как будто вот вы горите, вот то что вот это за самое вы начинаете верить сего и вы начинаете справедливо оценивать ситуации которые у вас происходит следующая карта у нас на середине месяца это выходит карта ту же зла и ту же зла у нас показывает стержень человека это пока из то что вы уже знаете чего все зависит потому что даже здесь если у вас прошлом вот то что показывать вначале кто-то даже если в прошлом кто-то старался чего-то вот мешать вам или что-то сделать никто не мог сломить вас потому что у вас есть здесь стержень ваша вот вы вы знаете чего хотите здесь показать еще что ваше стремление приведет приведет вас вот ваше то что правильные шаги то что вы уже ставите цель убрать чего-то из вашей жизни вот как бы оставить вот это из прошлого ваши страхи вот в вашей иллюзии и вы как будто уже начинайте уже в середине месяца вот оценивать ситуацию как вам это ну справедливо как ну по честности вот то что это следующая карта у нас на середине месяца шестерка мечей и шестерка мечей показывает то что вы как будто уходите к другим берегам каким берегам вы уйдете каким они вас приведут никто не знает но вы как будто вот вот никто вас не мог сломить и вы начинаете вот двигаться вперед вот вы не не останавливаетесь вы делай вот показать то что уже в начало уже ставите эти цели вот этот эти шаги то что здесь я иду вперед уже все ничего не можно ну как бы вернуть все прошлое есть прошлое а я я начинаю верить себя даже то что мне как бы не было плохо как бы не было это самое я иду вперед я иду это ну как бы ну не не повернусь назад следующая карта мы посмотрим для вас на и дорогие в конец месяца и это королева мечей королева мечей еще показывает то что если для вас мои дорогие женщины вы сами вы женщина которые вы сами знаете что вам нужно вы вы решаете вот например если вот касается тема там работы здесь и здесь тоже какие-то документы показывает то есть как будто здесь решает то что вы знаете уже быть мне здесь или не быть остаться в этих отношений остаться на этой работе или уйти если для вас мои дорогие мужчины здесь как будто у вас в жизни как будто какая-то женщина может быть вот вы в конец августа как будто если то что вы сделаете шаги вперед вам может в конец месяца встретиться вот это какой-то женщина вот который она вот может вам тоже здесь как вот королева мечей она может тоже подсказать потому что она такая самоуверенная женщина который уже знает чего она тоже хочет следующая карта на конец месяца для вас мои дорогие выходит карта десятка мечей десятка мечей показывает вот если вы уже начинаете верить себя вот на середине месяца у вас уже в конце месяца приходит осознание то что вы как бы чего-то вы должны вот как бы ну уйти вперед то что вот как бы у вас приходит осознание то что может вы не делали в свое время какие-то там правильные шаги или то что вы правильно как бы может что-то вы может просто можно сказали что-то вот здесь вот как будто вот вот у вас если даже вот как будто еще пока у вас не пришло это осознать но в кадр и конец августа вас показывает точно как будто у вас осознание чего-то она уже приходит следующая карта на конец месяца и это король мечей король мечей тоже показать то что вы будете хладнокровно знаете вот здесь по справедливости вы будете отсечь чего-то из вашей жизни чего здесь вот у вас приходит осознание то что например мне не нужно быть на этой работе я должна уже идти вперед здесь показывать то что я должна как бы я должен уйти от этой работы и начинать искать вот это новую работу или даже у меня если закончили здесь вот отношении как будто вот под конец осознаете что может на самом деле это время пришло то что чтобы не быть 11 1 1 то что как бы осознать чего чего-то в своей жизни следующая карта у нас на конец месяца это выходит карта дьявола и вот карта дьявола показать то что вот почему здесь может быть такое такая тема то что у вас как будто есть какая-то нерешительность вы для кого-то как будто вот что то есть в жизни то что как бы одержим одержим чего-то вот даже как как будто вы как будто знаете даже может быть то что вот для кого-то здесь как будто вот конец показать что у вас приходит осознание что чего-то в вашей жизни делается неправильно и вы начинаете отсекать обрубить это самое обрубить тех моменты тех отношений тех ту работу даже тех людей которые в вашей жизни у вас приходит вот в конец это осознание и вы начинаете уже как будто действовать и следующая карта у вас мы посмотрим посмотрим для вас мои дорогие тела и тисы карта совета и карта вот показывает карта совета вот видите как карты говорят что вы делаете вы уже в конец точно знаете какой выбор делаете в какую сторону вы двигаете но уже к чему вас приведет это все зависит от вас и если вам нужна ваша моя помощь для вас мои дорогие пишите вот на номер телефона который указан на экране